Друзья, всем здравствуйте! Я очень рада вас видеть на моем канале Алиса Блэк. И сегодня я хочу вам рассказать о парфюмерных новинках моей коллекции, об ароматах, которые я заказывала слепую по отзывам, что-то заказывала по рекомендации зрителей, что-то заказывала из того, что давно хотела приобрести. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Желаю вам всем приятного просмотра. И многие ароматы, которые я вам сегодня буду показывать, они пришли мне с сайта рандеву, несколько было заказиков. Но давайте сначала быстренько пробегусь по тем ароматам, которые я продублировала, потому что в свои флакончики я распила, поделилась с желающими зрителями. И вот продублировала Мисс Дю Монтен. Хочу пару слов сказать по оформлению. Немного отличается от предыдущего аромата. Во-первых, ткань светлее. Там была более такая ядреная желтая ткань. Здесь она более светлая. И на самом флакончике, на том флаконе была наклейка, а здесь металлическая панелька. И могу сказать, что ароматы абсолютно одинаковые. По насыщенности, по раскрытию, по цвету. В общем, все одно и то же. Видимо, немножко изменили они оформление. И также ароматы приходят девочке без слюды. То есть коробка идет без слюды. И еще, что приятно, вставляют туда оригинальные пробники. То есть мне опять пришел Мисс Дю Монтен в пробники. И второй пробник был ванильный шоколад, который, к слову, абсолютно мне показался отвратительным, каким-то пластмассовым, неприятным. Но другой, к сожалению, аромат никак не могу поймать. Сон принцессы его быстро разбирает. Также я себе продублировала поющее кафе. По-моему, переводится от Нобеля, о котором я рассказывала, что это горячие, вкусные, испеченные коржи из духовки для каприза. И также здесь я стала чувствовать вишню, потому что вначале я ее не чувствовала, хотя в пирамидке она есть, и о ней многие пишут. Но когда аромат постоял, я стала чувствовать вишню, даже больше не вишню, а некий такой воздушный вишневый крем. Теплый, согревающий, очень вкусный аромат. Опять же, без приторности, потому что я это не люблю в парфюмерии. И такой он для меня абсолютно пижамный. Девочки, кто пробовали, всем очень понравился, и за ним даже возвращались. И также, наконец-то, доехал уже мой флакончик, потому что три флакона в итоге. С тремя флаконами своими я поделилась кремовой кожей. То есть я каждый раз заказывала, каждый раз девочки меня просили распить. Я распивала свой флакон, а потом просто в каком-то замешательстве бегала по сайтам, по магазинам, где по адекватной цене можно приобрести кремовую кожу. Некоторые сайты мне отказывали в итоге на рандеву. Если без скидки, конечно, немножко дороговато получается там, но у меня уже там 12% скидка, и получилась нормальная цена. Тестера, к сожалению, не было, поэтому взяла вот в такой упаковке. Тестеры у них идут с крышкой, поэтому можно не бояться, для кого не важна вот такая упаковка, то можно брать спокойный тестер. С кремовой кожей у меня много эфирного времени посвящено. Аромат, который стал для меня тоже открытием из последних моих покупочек, новиночек. И что могу сказать, аромат, конечно, бесподобный. Многим тоже он полюбился. Многие мне писали, что Карин, где можно купить, потому что настолько он им понравился. То есть где можно купить уже полный флакончик. Теперь ароматы, которые я очень хотела приобрести в свою коллекцию. Это Атар Коллекшн. В какой-то момент я поняла, что это моя марка. В тот момент, когда я вслепую заказывала вот эти два малыша по 10 мл. Это оригинальные такие миниатюрки. Они тоже, кстати, ко мне приходили с сайта Рандеву. К сожалению, вот полный объем. Почему-то Халтат Найт стало невозможно найти. Нигде его нет в интернете. И даже у нас в Литуале его нет уже очень давно. И вот эти два аромата для меня, я считаю, что они самые красивые, самые лучшие из всей вот этой серии Атар Коллекшн. Квин Ушеба вообще был моим фаворитом летом. Это очень спелые, спелые, немножко такие, даже переспевшие, немного дымные персики, сладкие-сладкие. И Асмантус, да, по-моему, вот эти вот цветы. Здесь очень яркие, цветочные вот эти ноты. Аромат, как я говорила, для меня в какой-то момент становится буквально один в один в параллельной носке Дикий Питон от Венсера. Но вот этот мягче, он мне ближе. Здесь больше персиков этих дымных. Красавец. На солнце разогревается шлейфит. Держится целый день. Вообще красавец. Я считаю, это один из самых красивых у них ароматов. Он манкий, он даже в какой-то степени сексуальный аромат. Второй аромат, который я приобрела, это персидское золото. У меня был отливантик. Я тоже рассказывала свои первые впечатления. Для меня это дорогая пудра. Дорогой пудровый аромат. Причем пудра здесь не сухая, не застревающая в носу, не щекочущая в носу. То есть бывает, что хочется расчихаться. Такой аромат, да, сухой пудровый. Здесь такого нет. Это очень мягкая, сладковатая пудра с розой. И для меня это запах косметики. Дорогой косметики. Вне сезона, вне настроения. Это такой аромат, завершающий штрих к вашему образу, когда вы при параде. Плюс один к холености, к ухоженности. И, кстати, из всех от Air Collection, вот этот аромат моему мужу понравился больше всего. Но он действительно женственный, такой красивый. Я бы сказала, что у него дорогое звучание. Ну, с золотом у меня никаких параллелей не возникает в голове. Но аромат ухоженности, холености, вот так, наверное, я бы сказала. Стойкий, тоже хороший, стойкий. Но мне кажется, что он не такой шлейфовый, как Королева Шеба. Он больше возле вас. Такое приятное, сладковатое пудровое облачко. Хаяти. Это уже вслепую я заказывала, потому что никак не могла поймать отливант этого аромата. Быстро, кстати, разбираюсь. У него много поклонников, к слову. Хотя я считаю его самым простым из всего того, что я пробовала из Этер Коллекшн. Он самый понятный, самый простой, самый даже юный и несерьезный. Аромат, в принципе, все, что про него пишут. Клюквенный зефир, мороженое с малиной, взбитые сливки с малиной. Ну, вот, да, действительно так оно и есть. Для меня же это какие-то клюквенные, я бы даже сказала, кисельные берега и горки из взбитых сливок. Это очень вкусно, причем здесь такая приятная вот эта ягодная кислинка. И аромат при этом абсолютно девичий, абсолютно такой позитивный, расслабляющий, ненадоедливый, непритальный, опять же, достаточно шлейфовый. Понравился моим детям очень, и сыну, и дочке. Ну, вот этот тот вариант, который реально и дети оценят, и подростки, и юные девочки оценят, и даже, думаю, мужчины оценят. Очень вкусно пахнет, ненадоедливо, не тяжело, аромат нежный. Он по плотности не такой, как Халтатнат, не такой, как Квин Шеба, и даже не такой, как Присицкое золото. Мне кажется, он самый такой по плотности нежный, если его сравнивать с другими. И что самое интересное, почему-то на моей коже я четко слышу ментоловую холодную нотку, как будто в дироле. Я даже перепроверяла несколько дней на себе, носила этот аромат, и все равно я чувствую это. Может, это какой-то глюк у меня, да? Можно сказать, в середину звучания я четко чувствую здесь ментоловую нотку. Что это такое дает, я не знаю. Следующее, что у меня появилось, девочки, это от BDK третий аромат, который я тогда запомнила, и он как-то мне из всех других ароматов понравился. То есть на первом месте у меня кремовая кожа, на втором рушь смокинг, который тоже я разносила, там уже и табачок посильнее начал проявляться, и больше оттенков вишни. Этот аромат для меня самый нежный, такой компотик розовый, очень-очень аромат похож на Шанель Шан Стендер, который у меня был в свое время, и я его продала, он как-то мне поднадоел. Вот я бы даже сказала, что очень много схожести с Тендер Шанель, и здесь уже, наверное, если у вас есть в хотелках Шанель Шан Стендер, я бы посоветовала вам и этот послушать. Может быть, в каких-то звучаниях он вам понравится больше. Он тоже нежный, он тоже летящий, он тоже достаточно шлейфовый, как другие ароматы от BDK. И могу сказать, что здесь есть, помню, нота клубники и листья черной смородины. Ну, клубника точно здесь есть, однако аромат очень цельно звучит, как вот и Шанель Шан Стендер для меня. Приятный, очень приятный аромат, позитивный такой, больше, наверное, на теплую осень и на весну. Два аромата новинки 2019 года, которые я очень хотела попробовать. Это фиолетовая молекула 0,70 от ZARCO. Очень похожа на розовую молекулу. У меня розовая молекула была в двух отливантах, я полностью износила эти отливантики, но желания на третий отливант уже не возникло. На полный флакон тоже не возникло. Мне захотелось попробовать эту молекулу новую, потому что по описанию, по ноткам она должна была мне понравиться больше, чем розовая. И так и произошло. То есть розовая молекула, она очень для меня юная. Это уже такая повзрослевшая сестра, которая заканчивает институт, в отличие от розовой молекулы. Что могу сказать? Вот очень похожа на старте, на свою предшественницу. Особенно, когда вдыхаешь вот этот вот ягодно-шипучий взрыв. Но здесь следом добавляется такая перечная терпковатая нотка. Она щекотит в носу, немножко такое ощущение чиха предстоящего появляется. И вот эта перечная нотка, она держится достаточно долго, можно сказать, до своего открытия. А в открытии аромат запудривается. И да, действительно, он становится припудренный. И за счет, наверное, этой припудренности аромат кажется более универсальным и более взрослым, нежели розовая молекула. Такой же шлейфовый, такой же по своей плотности, по ощущению, как он чувствуется. Все это как в розовой молекуле. Длиннючий шлейф, стойкость хорошая, сладость здесь тоже на уровне сладости взбитых сливок. Вот в розовой молекуле для меня была именно такая сливочная сладость взбитых сливок. То же самое и здесь. Хотя вроде бы здесь взбитых сливок в составе нет, но вот эта сладость, нежная сладость, она осталась. Мне понравился аромат. Тоже делюсь, девчонки. Себе оставлю остаточки в флаконе, где-то, наверное, миликов 10, может быть 15. И уже потом буду решать, хочу ли я, чтобы он был в моей коллекции. Пока я очень довольна. И розовую молекулу уже все, больше я брать не буду. Это мне нравится больше. И вторая новинка, которую я очень хотела попробовать. Это, на удивление, Монталь Амбра и Мускус. И могу сказать, сколько я пробовала ароматов Монталь. Не так-то много. Наверное, около 20, но может быть 25. И пока что вот это вот самый легкий нежный аромат. Я бы сказала, что он телесный. И пишут, что он похож на не парфюм от Джулет Хазеган. Пишут о том, что он похож на вторую молекулу. Что он похож на, что у нас там еще в этом духе? А, Мус Кашмир. Я бы сказала, что да, он похож на вторую молекулу. А с молекулами я не очень дружу. И я возлагала надежду на этот аромат, потому что здесь есть, опять же, пудровые ноты. То есть вторая молекула, да, как бы плюс пудровые ноты и легкая сладость. Но по факту я здесь чувствую то, что есть название. Это Амбра и Мускус. И немножко кедра. А пудровых нот я здесь не чувствую совсем. Амбру я стала хорошо различать в парфюмерии после аромата Амбра и Розы Монсера. И там Амбра, она такая сладковатая, тянучая. И вот здесь примерно такая же Амбра. То есть она не плотная, она не тяжелая. Она именно такая сладковатая, нежная, но как будто тянучая. А Мускус же я стала различать благодаря аромату Старий Найтс от Монталь. И здесь Мускус чувствуется как будто Старий Найтс на второй, на третий день на одежде. Вот этот такой выветренный Мускус. В итоге аромат действительно телесный, нежный, универсальный, абсолютно унисекс, я считаю. К сожалению, пудровых нот пока нет. Может быть они проявятся, я не знаю. Но надеюсь, по крайней мере. Очень приставучий аромат. То есть если нанести на кожу, целый день звучит. Причем вначале может показаться, что не чувствуешь этот аромат. А потом он, видимо, вступает в химию с кожей или что-то. Дальше происходит, он начинает все сильнее, 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 сильнее ощущаться. Шлейфовый, но универсальный по своему звучанию. Те, кто любит Амбру, сладковатую Амбру, советую попробовать. Те, кто хочет знакомиться с Монталь, наверное, советую пробовать тоже этот аромат. Потому что, думаю, шокированы вы от него точно не будете. Ну и теперь, на мой взгляд, самое интересное, это два аромата, которые очень похожи для меня на Халтат Найт. Но есть уже определенные различия, которые я поняла в процессе носки. И первый аромат это Карвен Синь Паулу, который я упоминала в своем видео, где я рассказывала о своих парфюмерных открытиях. Это Бангалор и Маскат, об ароматах, которые меня настолько влюбили в себя и завысили планку вообще к парфюмерии. И этот аромат я упоминала и говорила, что он понравится, ну, наверное, большинству людей, как раз-таки именно он из всей серии. Потому что он сделан в стиле того, что сейчас популярно. И действительно, в комментариях мне люди писали, что именно он им понравился больше всего при затесте этой линейки. Так вот, поносив его, я могу сказать, что я хочу теперь этот аромат тоже. Правда, не в 100 миллилитрах, мне хватит где-то 30, может быть, даже 20 миллилитров. Потому что для меня он все-таки не такой шедевр. Ну, он совершенно для меня не шедевр, но он безумно приятный. И даже своя монотонность, которая у него присутствует, в отличие от Бангалор и Маскат, которые рассказывают свою историю, которые играют, переливаются, открываются новыми красками. Этот аромат понятный, ты знаешь, что от него ожидать, но он действительно очень и очень и очень приятный. И первое, когда я наносила его, когда я его тестировала на коже, да, это вот первое, что вспоминаешь, это Haltat Night. Но уже когда я 2-3-4 дня поносила этот аромат, я поняла, что нет, что-то здесь не то. Что-то здесь есть такое алкогольное. И когда я заглянула в пирамиду, я удивлена была тем, что здесь вишни-то как раз-таки нет, а здесь есть ром. Однако здесь есть и корица, и ваниль также. И да, аромат горячий, горячий, алкогольный, согревающий, очень вкусный. Да, это именно горячий ром, посыпанный корицей и с ванилью, которая не кондитерская, это не ваниль из булочек, там с какой-то выпечки, более такая не сладкая версия ванили, можно сказать. За счет этого аромат вроде бы сладкий, но сладость здесь ненадоедлива, и он очень согревающий. Я знаю, что девочкам он также понравился, эти остатки уже уезжают в Воронеж, по-моему, если я не ошибаюсь. Так что спешила вам показать этот флакончик в видео. Буду, скорее всего, приобретать ближе к зиме, может быть, раньше. Так что, кто хочет попробовать, пишите, девочки, можно будет забронировать. Остатки я уже оставлю себе. И второй аромат, это камушек, ни один из этих ароматов мне не был знаком, бренд The House of Wood. И очень красивая там история, что эти камушки вручную расписывают. Здесь 75 мл, к сожалению, не сотка. Крышка очень тяжелая, наверное, крышка тяжелее самого флакона. И я его заказывала так, просто по пирамиде. То есть я увидела финики, и все. И финики, я обожаю, это одно из моих любимых лакомств. Особенно в плане, да, из темы сухофруктов. Когда я услышала, что здесь финики, я сказала, что все, именно его я хочу попробовать. К слову, я еще хочу попробовать с абсентом и с миндалем. Камушек. Ну вот, начала именно с него. В итоге, когда я первый раз вдохнула, я поняла, что это очень-очень, опять же, близко к Haltat Night. Даже не в плане вишневости, потому что вишни, как таковой, здесь, по-моему, нет. И я ее здесь не чувствую. Но по стилю, по насыщенности, по плотности, по шлейфовости, по объемности этот аромат очень близко. То есть, если вам нравится Haltat Night, я просто, как говорится, зуб даю, что вам понравится этот аромат 100%. Я бы даже сказала, что если вы собираете свою парфюмерную коллекцию, и вы хотите там один аромат из этого направления, один из этого, можно спокойно выбирать один из этих ароматов. То есть, они взаимно исключаемы для меня, по крайней мере. Если вы очень любите это направление, то прям рекомендую попробовать финиковый восторг, называется аромат. Или же, если у вас в хотелках к покупке Haltat Night, то тоже перед покупкой рекомендую попробовать финиковый восторг, потому что, возможно, он вам понравится даже больше, и вы сделаете свой выбор в его пользу. Но то, что если вы любите это направление, то прям очень-очень вам рекомендую попробовать. Конечно, красивущий, да, флакон. Все такое подписное, конечно, но в этом тоже есть свое очарование. К слову сказать, сейчас, когда я достала все эти флакончики, именно этот аромат я чувствую. Хотя я не брызгала этот аромат на себя сейчас, но, может быть, капельки какие-то попали на коробочку. Прям пахнет вот в районе стола, кресла именно этим ароматом. Очень такой стойкий, тоже согревающий, тоже здесь есть корица, ваниль, какие-то общие схожие нотки. А, да, здесь еще есть мед, и вот мед здесь чувствуется, как будто вот эти сухофрукты залили медом, но мед не свежий, не липовый, не акация, не светлый, не такой жидкий мед, а больше такой терпко-гречишный, темный сорт меда. И еще здесь есть, кстати, карамель и сахар, но я их здесь не ощущаю. Может быть, потому что здесь также присутствует дымность, которая гасит вот эту сладость, но как таковой карамели и сахара нет. Здесь нет ощущения, опять же, приторности, какой-то инсулиновой комы, инсулинового шока, как и в Halted Night, за счет чего этот аромат мне безумно нравится. Никаких сахарных буйств в этом аромате точно нет. Понравился очень, и жду знакомства со следующими камушками. Аромат этот тоже был заказан с рандеву, и этот аромат, значит, этот аромат был заказан с рандеву. Карван есть в Ревкош, и, кстати, сейчас на Карван цена там снизилась, они стоят 8500, они идут сейчас на скидках. Ну что ж, на этом все, это были все мои парфюмерные приобретения, новинки, покупки. Если у вас были какие-то интересные парфюмерные открытия, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Ну а я хочу, кстати, объявить то, что в Инстаграме у меня будет конкурс с отливантами. Если кто желает, приглашаю всех к участию, буду всем-всем очень рада. Спасибо за внимание, увидимся в других видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok